Туберкулез, это одна из старейших болезней, которая была известна под названием чахотка или сухотная болезнь. Несмотря на возможности современной медицины и продолжительный период изучения туберкулеза, эта болезнь до сих пор не побеждена, специфические лекарственные препараты, конечно, облегчат состояние больного и даже могут привести к выздоровлению, но туберкулез еще остается очень распространенной патологией. Диагноз звучит как приговор для благополучного человека. Болезнь принято считать социальной, распространенной в среде людей, живущих в неблагоприятных условиях. К сожалению, от случаев заражения не застрахован ни взрослый, ни ребенок. Заболевание, обнаруженное на начальном этапе, вылечивается, но надо знать его симптомы. Возбудителем инфекции считается палочка коха. Бактерия, передаваясь воздушно-капельным путем, поражает огромное количество людей. Заражаются не все. Причина этого – хорошо работающий иммунный барьер, останавливающий инфекцию, не давая ей развиться. Первоначально палочка коха проникает в систему дыхания, затем с кровью распространяется по организму, заражает внутренние органы. Особенность инфекционного заболевания, в том, что если иммунная система ее сразу не уничтожит, возбудитель живет долгие годы. Инкубационный период при закрытой форме длится несколько лет. Провоцирует заболевание, плохие домашние условия, ослабленный иммунитет, употребление наркотиков, плохое питание, стрессы, курение, депрессии, отсутствие свежего воздуха, хронические болезни внутренних органов. Признаки туберкулеза легких на ранних стадиях Когда для бактерий есть все условия для размножения, они первоначально поражают ткани легких. Постепенно попадают в кровь и начинают заражение внутренних органов. Инкубационный период продолжается до двух лет. При этом больной не заражает окружающих. При провоцирующих факторах процесс активизируется в легких, переходит в открытую форму. Какие признаки при туберкулезе появляются в этот период, в чем их проявление? Главные симптомы туберкулеза легких на этом этапе – появление болезненного кашля с мокротой. Он усиливается в утреннее время, имеет примеси крови. Выражена такая симптоматика – появление боли за грудиной, в плечах, быстрая утомляемость, раздражительность, снижение работоспособности, повышенная температура, перемена настроения, потливость во сне, одышка. Первые признаки туберкулеза органов желудочно-кишечного тракта. Туберкулезная инфекция в органы ЖКТ часто попадает через предметы быта – с едой. Возбудитель может спровоцировать заболевание печени, кишечника или желудка. Частые ситуации, когда страдает больной, имеющий легочную форму и проглотивший собственную слизь. Какие симптомы туберкулеза органов ЖКТ сигнализируют о заражении? Они схожи с другими болезнями, поэтому обязательному обследованию подлежат люди, имеющие легочную форму. Первые признаки инфицирования органов пищеварения – приступы боли, запоры, кровь кали, тошнота, лихорадка, потливость, рвота, слабость, усталость, истощение. Если вы обнаружили у себя один из симптомов, незамедлительно обратитесь к врачу. Субтитры создавал DimaTorzok